Добрый день! Да, включите свет, может быть, картинка будет подняться. Какая-то из этих. Как раз и мухи войдут в кровь. Нет, это не только. Спасибо. На здоровье. Помните, о чем я обещал говорить? Нет. Это не было. Ты можешь из духа сейчас попробовать республику. Овере? По-любому овере. О боге, да? На самом деле, я сильно наполнен тем, чем размышлял. То, что мне открылось за последние несколько недель. Я как раз недавно так задумался. Думаю, что-то не приходило какого-то такого слова в последнее время. Что можно было так вот, как иногда приходят, записать. Но вот потом оно взяло и пришло. Я очень ободрен, поэтому хотел бы и вам это все передать как можно полнее, как мне открылось это все. Я удивлен, на самом деле, вот как бог, да, вот вроде мы живем в христианстве и практически часто все знаем. Да, уже чем нас можно удивить? Но бог всегда, вот что значит его откровение, оно настолько бывает свежо, настолько оно интересно, что оно удивляет тебя просто. Удивляет, оно тебя наполняет, что тебе это открывается. Вот, и я сейчас вот, когда молились, прям вот, ну, размышлял над этим. Представляете, вот кто, вот Иисус, кем он был на самом деле. То есть это был человек, мы сейчас не говорим, да, о его вот этом сверхъестественном рождении от Девы, но все равно это был человек, живущий среди людей, думающий так, как думают люди тоже. И что, ну, как бы вот, что основное ему было такое открыто? Да, и я просто понял, что он, ему вот, были открыты писания. Однажды он просто увидел вот эту суть писаний, о чем же там вообще говорится. Увидел себя в них, увидел вот свой путь в них, да, что ему, что нужно сделать вообще, что хочет Бог для людей. Вот этот весь план Божий, он просто увидел и хорошие моменты, и тяжелые моменты для себя. Ну, и вот просто представьте, да, как должен повести себя человек, которому вот первому открыто это. Который первый дошел, понял вообще, что же Бог хочет сказать. Да? Он просто понял, ну, так как мне первому открыто, мне это и делать. Правильно или нет? Ну, так вот, можно так сказать, да, на практике. И поэтому Иисус, он не стал уворачиваться от этой исполнения воли Божьей в своей жизни, потому что он прям понял это сердце Божье. Я вот вам сейчас докажу, потому что сегодняшняя тема будет вот из, ну, мы начнем с этой Языкиля 47 главы, где видение пророка Языкиля идет, и где он видит вот этот храм, и помните, там из-под порога храма втекла вода, да, и вытекала вот эта река жизни. И он, сначала она была мелкая написана, он прошел тысячи стадий, там кто-то повел его ангел, я не помню кто, мы можем прочитать сейчас. Просто мы потратим время для того, чтобы это все читать, а у меня сегодня много. Я вообще вас хотел предупредить, чтобы вы сегодня приготовились, вот, ну, до упора, короче. Потому что, я бы хотел, потому что это, ну, нужно вот в этой вот совокупности. Сегодня будут и мясо, и запить, и косточки в мясе, которые нельзя будет раскусить, нужно будет просто помусорить. И вот это вот сосиски потом на обед нужно. Упаси! С сосисками тоже так интересно получается, да? Хорошо, что мы не роптали, Бог дай нам мясо, да? Да, я просто не помню вот это, потому что Бог как дал нам мясо, как дал нам этих сосисок и коробки, и коробки, и я уже чувствую, что уже не хочется даже сосиски, да? Помните, как народ израил в пустыне, когда он говорит, я дам вам мясо столько, что оно из ушей у вас будет лезть. Вот, мы уже сейчас это представляем, да, как если надо, Бог может иногда благословить, и ты не сможешь даже уже. Вот, поэтому интересный тоже момент происходит, но я рад, что мы не роптали. Хотя, может кто-то роптал, хотел мясо. Ладно, я о чем? Вот об этой реке, да, которая вытекает из-под порога храма. И там смысл был вот весь всего этого видения, что провел меня тысячу стадий, и вода была по щиколку. Провел меня еще тысячу стадий, вода была по коленам, провел меня еще тысячу стадий, вода была по пояс, и провел меня еще тысячу стадий. И что написано? И поток был воды такой уже большой, что невозможно было перейти его, можно было только плыть. То есть поток внес. И потом идет вот это описание, как вот эта река жизни, она впадает дальше там, я не помню, по-моему, в море. То есть все начинает оживать. Понимаете? То есть вот такое видение Бог дает пророку Иезекиилю. О чем? Как вы думаете, о чем это видение? Это видение о том, что Бог хочет сделать землей, о плане Божьем для земли. О плане Божьем для земли, что Бог собирается делать землей, открывает. Помните, написано где-то в Писании, что Бог ничего не делает, не открыв слугам своим пророкам. Знаете, да, есть такое слово. И вот он использует этих пророков для того, чтобы приоткрыть этот план Божий вот таким вот образом. Я уверен, что может быть даже сам Иезекииль не понимал, что он видел, он просто был получателем. Но первый, кто понял, это Иисус. Вспомните Иисус, когда на празднике на одном он встал однажды и закричал и говорит, приди ко мне и пей. Приди ко мне и пей воду жизни, которую я даю. Потом он говорит, у того, кто верует в меня, согласно Писанию, из чрева потекут реки воды живой. Представляете, Иисус, это первый, кто понимает вот то откровение, которое языки получают вот так вот про реку, про храм. А Иисус понимает это откровение уже как бы ну по сути вещей. Откуда будет река воды течь, понимаете, откуда будет река воды течь? Из-под храма. Откуда он говорит, Иисус, из чрева вашего? Из вас будут эти реки воды живой? Или река воды живой течь? Иисус уже как бы более конкретно понимает это Писание, да, понимает вот этот вот план. И мы сегодня, вот я сегодня хотел как раз вот об этом и говорить, что это такое вообще, вот эти вот уровни, да, по щиколку, по колено, по пояс, можно, наверное, долго было там философствовать как-то, но меня больше интересует, ну, больше сама суть вещей, и меня больше интересует вот это последнее состояние, когда река воды набрала, река вот эта живая, река набрала свою массу и просто течет, и невозможно, да, ее переходить. И что это вообще значит, потому что, ладно, хорошо, не буду вас мочить, это Вадимый Духом Сыны Божьей, вот это, это то же самое. То есть, что у нас написано в Римлянам 8 главе? Суть Сыны Божьей Вадимой Духом Божьей. Аминь? Слышали вы этот стих, да? И мы сейчас все думаем, что же это такое Вадимый Духом Божьим. Я раньше думал, что Вадимый Духом Божьим, это может быть меня взяли за руку и вводят. Вы тоже так, наверное, думали? И сейчас я думаю по-другому, что по-настоящему, хотя и то, и другое можно назвать Вадимый Духом Божьим. Но я уверен, что именно то, к чему ведет нас Бог на самом деле, то, что должно быть нормой и настоящим вот этим, да, это полное вовхождение в Духе. Полное. Именно вот когда река набрала вот этот полный оборот. Потому что, ну, ведь, да, и ведь когда тебя ведут там, да, за руку, да, ты можешь сказать, не, не пойду. Правильно или нет? Правильно? Воспоративится, у тебя свои ноги тебя вводят. Но вот смотрите, как там, да, то есть вот там, в этой реке, которая по тысячу стадий прибавляла, да, и написано, по щиклоку шел, по колено шел, по пояс шел. И все эти состояния, вот эти три, да, они похожи между собой, правильно? Ты в воде, ты как бы и попить можешь, и можешь идти по течению, ну, можешь идти и против течения, правильно или нет? То есть вот эти вот три состояния, в принципе, вот в этом состоянии, по пояс, ты даже можешь поплавать. Правильно? Ты можешь поднять ноги, и тебя понесет. Но что ты можешь сделать в этом состоянии? В любой момент ты можешь взять и встать на ноги, да, и сказать, нет, пойду-ка я выду из этой рукой. воды вообще, да, или сделаю тот, или сделаю тот, понимаете, поэтому, но, что происходит в четвертом вот этом состоянии? Нет возможности встать на ныне, нет возможности принимать какое-либо другое решение, ты полностью поглощен этим потоком, ты и поток это одно, аминь? Вот Иисус, это первый вот этот Божий Сын, взрослый Сын, который говорит, я всегда делаю то, что отец мой хочет, представляете, я всегда делаю то, что отец мой хочет, знали когда-нибудь, что он так сказал? Когда он говорил, я и отец одно, я и отец одно, помните он Филипп, ты не знаешь, я и отец это одно, то есть я, другими словами, я думаю так же, как отец мой думает, отец мой думает и я это слышу, мой вот этот вот уже мысленный закон, как у меня мысли складываются, они уже так же складываются как у отца, у меня такое же сердце, как у отца, я так же воспринимаю, понимаете, что это возможно на самом деле, понимаете или нет? И это другое, и это другое, это как раз противоречит очень сильно тому, чему нас учили всегда в начале, тому, вот поэтому вот это вот детство христианское, закон, так сказать, заповеди, как нужно, как не нужно, это вот именно потом, когда ты повзрослел, оно становится уже больше твоим врагом, чем твоим помощником, помните или нет, ну понимаете или нет, то что ты не можешь быть уже вводимым законом, то есть что такое закон, понимаете или нет, это вот эти правила, которые ты смотришь, а как мне правильно поступить в этой ситуации, так или так, понимаете? А Иисус, Он говорит, а я всегда делаю как отец, Он даже не думает, так Ему поступить или так Ему поступить, вот так как Он поступает, это и есть воля Божья, оно внутри него, нет, нет вот этой борьбы, понимаете? Я понимаю, что нам на самом деле туда, и я вас сегодня туда поведу, потому что, и вы поймете, про что я говорю более буквально, потому что я говорю, что я готов был к этой теме еще на прошлых выходных, но Бог не дал мне говорить, дал другую тему, именно таким вот интересным образом, за один день до того, как я уже все был готов, полностью решил, что я буду говорить на эту тему, и вот это все у меня уже было, это понимание, но был еще один момент, когда меня Бог повел, и я как бы услышал его, но подумал, ну это уже будет много, и так-то не туда, и не стал я там дальше больше копаться, и так интересно все произошло, что я не стал говорить эту тему, была дана другая тема, и даже когда, вот я помните, вышел на прошлый выходной, говорю, у меня тут две темы в одной, и я хотел начать даже с этой темы, я вот открываю вам стихи из этой темы, а говорить начинаю из другой темы, и ну я так вот просто проанализировал, как все это произошло, да, то есть я не почувствовал ничего такого, как естественно, просто, ну основное откровение оно еще будет, понимаете, то есть я сейчас вам просто дал вот эту основу, на самом деле, сути вещей, да, что хочет Бог, это все то же самое, он говорит, вот новый завет, который я вам даю, и запишу мысли свои, в ваших мыслях запишу на сердцах, понимаете, и написано дальше, и не будет учить ближнего-ближнего своего говоря, позная Бога, но все от малого до великого будут знать меня, вот что Бог пытается передать, вот что Бог хочет сделать, Он хочет настолько нас действительно, как увлечь, понимаете, этой водой, настолько поглотить своим духом, настолько пропитать нас своим духом, чтобы у нас даже вариантов не было, понимаете, вариантов не было, мы были послушны и самого духа внутреннего нашего, чтобы мы не жили вот в этой борьбе, чтобы мы не жили вот в этой жажде послушаться или не послушаться, понимаете или нет, Бог, Он для нас лучшее приготовил вообще, кто-то есть лучшее, лучшее вино, понимаете, которое, вот оно для последних дней. Мы сейчас туда входим. Я говорю, я когда, я иногда темы свои на ком-нибудь опробую. У меня есть несколько людей, кому я их рассказываю, когда очень сильно что-то придет, ну, мне легче так готовиться, я так проверяю из автомата. И вот одного друга я своего расстрелял этими откровениями, он просто заволшал, он говорит, елки-палки, какая глубина, как нас Бог ведет, и он даже не сказал, что тебя не очень понравилось, потому что, он говорит, это нам, это наше, это вот сейчас такое время настает, что, ну, прям много вещей было закрыто, и мы их просто не понимали, понимаете. Мы пытались жить по-христиански, понимаете, вот это вот по щиколку, по колено, по пояс, это пытаться жить по-христиански, это еще, ну, понимаете, да, когда ты можешь слушаться, можешь не слушаться. Но настоящее христианство, это вот именно вот в этом, что река набирает свой, и ты просто вот ей принадлежишь. Для этого, для того, чтобы вот это мне все теперь поразбирать и объяснить вам, мне нужны вот эти два примера. Саул и Давид, мои любимые, одни из моих любимых. И я уже говорил, как вот мне в последнее время открылось, и я уже так начинаю это называть. Может быть, когда-то я или кто-то, мы поправим именно вот это понимание, но, знаете, даже книга называется «Первое царство, второе царство», знаете. В первом царстве мы слышим про Самуила и Саула, там царь Саул, а во втором царстве там Давид. Знаете, да, вот это все царство второе. И у меня как такое небольшое откровение для того, что оно именно больше схематическое, да, что сначала все равно царство Божье, оно выглядит как царство Саула, то есть это уже Божье царство, это уже царство Божьего народа. Но устройство его, схема его, так сказать, она вот, во-первых, первое царство, она та, которая в итоге отвергнута потом Богу, понимаете или нет? Потому что Бог выбирает царя, Саула, сам, показывает через Самуила, этот царь царствует, есть определенные победы, есть куча ошибок, и в итоге Бог говорит «Нет, твое царство не устоит, твое царство я отдам другому. Я нашел, что он говорит? Мужа по сердцу моему, который исполнит все повеления мои». И вот сегодня об этом тоже. Что это значит исполнить повеления мои? Потому что здесь другой принцип, опять же. Вот представьте, да, что вот у этих состояний, я опять про реку буду возвращаться, по щиколку, по пояс и по колено, у них между собой различий практически нет, только в уровне воды. То есть, другими словами, в уровне послушания, больше, меньше, но все это так. Но четвертое состояние, оно совершенно отличается от этих состояний, понимаете или нет? Оно другое, по сути. Вот в чем и его сила вообще, и в чем вся суть вообще. То есть, оно другое. Нельзя там двигаться так, как двигался ты вот в этих состояниях, понимаете? Там ты принадлежишь, ты из духа, ты в духе послушан, понимаете? Ты не от мозгов послушан, ты не от решений своих послушан, как бы вот, ну, ты не от, вот, закона послушан, другими словами. И вот я хотел на примере Саула поразмышлять. Знаете, вот Саула забили очень сильно христианством, ну, вообще избило бедного Саула, на самом деле. Я его много раз избивал, ну, как плохой пример, и всегда ему достается очень сильно. Но сейчас мне хочется именно вот в этом, знаете, пожалеть немного Саула, потому что, на самом деле, ну, он достоин уважения, он достоин, ну, разбора, на самом деле, всех вот этих моментов. Вот вы знаете, на самом деле, первый раз, когда, как он ошибся вообще. Помните его первую ошибку? Когда он принес эту жертву, когда он не дождался пророка, когда он семь дней ждал пророка, который должен был прийти и принести жертву. И мы так иногда легко говорим, он не дождался, он испугался мнения народа, ему нужно было дождаться, проявить послушание. Вообще-то, вы думаете, это вообще возможно дождаться? Вы думаете, это возможно иногда быть послушным виденью, которое ты получил от человека? Пускай от пророка, но от человека. Вы понимаете, что суть устройства вот этого первого царства, или мы его назовем первого христианства нашего, оно именно вот здесь сокрыто. Что там, в его первом царстве, источником видения был Бог, но для Саула был человек. Саул, Самуил, пророк. Бог говорил с Самуилом, Самуил говорил с Саулом, и Саул уже должен был выполнять. Понимаете, то есть схема была, был посредник. Вы знаете, сколько времени прошло между тем, как Самуил сказал Саулу, пойдешь в Галгал, а потом встретимся в Галгале, там 7 дней будешь ждать меня для принесения жертвы, а дальше скажу тебе, что делать. Знаете, сколько времени прошло? Несколько лет. Несколько лет прошло времени. Понимаете? Это очень серьезный, для меня это очень серьезный момент. Изучайте Библию, смотрите, потому что он царствовал уже несколько лет. Самуил ему сказал вот эти слова, когда тут еще даже царем не был. Он, помните, говорит то, что ты пойдешь от меня, встретишь пророков, будешь с ними пророчествовать, поэтому пойдешь туда. Когда все эти знамения, он говорит, с тобой сбудутся, тогда делай, что хочешь. И потом он говорит ему, пойдешь в Галгал, потом встретимся в Галгале, 7 дней будешь ждать меня, доколе я не приду. Вот так было сказано слово. Представляете? Ему что его нужно было записать? И знаете, что самое интересное? Саул не забыл это слово. Написано, он ждал 7 дней. Но я думаю, что может быть он подумал, что может быть он не забыл, но может быть Самуил забыл. Потому что Самуил старый. Очень старый. И вы думаете, что на самом деле, ну, он человек. В любом случае. Почему он человек? Вы знаете, потому что и человек даже со своими, не все у него в порядке было. Вы знаете, что у Самуила тоже не все в порядке было? Кто-нибудь когда-нибудь это знал или нет? У него были дети, которые неправильно были воспитаны. Которые стояли на своих местах, написано, и им там жертвы приносили. Ну, они как священнические, а это у Илии там. Но тут не написано, но они брали взятки, неправильно судили. Понимаете, да? Что, как бы, ну, человек был в любом случае. Да, пророк. Да, пророк со штампом, с печатью, с... Все от Бога. И слово его было, как вот действительно слово Божье. Но это все равно был человек. И, понимаете, мне очень обидно. И вот приходит этот Самуил и говорит. Не выполнил, что ты сделал, говорит, с того. Не выполнил ты Божьего повеления. Не выполнил. Все, царство твое будет забрано от тебя. Ты, как бы, не... Потому что если бы ты его дождался, то Бог бы укрепил. И я просто думаю здесь, понимаете, а разве вообще это возможно дождаться? Разве это возможно вот так вот жить? Разве это вообще нормально вот так вот жить? Как бы христианам, чтобы все время ждать вот этого повеления, в точности исполнять это повеление, переданное тебе человеком. Разве, да? Ну, понимаете, про что я говорю? Вы понимаете, что часто христианство, оно так и устроено. Потому что люди, какие бы они ни были духовные, они все равно будут опаздывать иногда. Понимаете или нет? Какой бы он ни был, пророк, руководитель, он будет, может быть, забывать про тебя. Ты будешь это видеть. Ты к нему идешь со своей нуждой, с просьбой, спрашиваешь, а может он нет, он говорит, я подумаю. А сам забыл. Я проходил через такие вещи. Как мне быть? Как мне жить? Где мне взять это стопроцентное послушание? Поэтому я хочу здесь пожалеть этого Саула. Мне обидно. Мне обидно чуть-чуть за него. Потому что, ну, невозможно исполнить все полностью. Понимаете? Невозможно. И это то же самое относится как к закону. Что закон невозможно исполнить полностью. Невозможно. Ну, многие пытаются, многие пытаются и почти полностью исполняют. Другая его ошибка. Когда Самуил ему пришел и говорит, вспомнил Бог, говорит, сколько Амалик сделал зла народу Божьему. Иди, сокруши его, сотрись с лица земли, уничтожь все царей, скот, ну, как бы все. Так вот. И, понимаете, и Саул идет, собирается, уничтожает все практически. Оставляет царя, оставляет немного хорошего скота. И опять приходит Самуил и опять ругается. Да, и опять ты не все исполнил. И я думаю, ну, а сам, а Саул, я просто читал это вот на днях, я вам просто пересказываю. Поэтому я так немножко, чуть-чуть, как защитник сегодня выступаю, да, как адвокат Саула, так сказать. Вот в этой всей ситуации он говорит, кто-то ему говорит, не исполнил ты там, и туда-сюда. Он говорит, как не исполнил, я исполнил, он говорит. Ты сказал идти, Амалика, сокрушить, всех истребить, я все это сделал. Ну, он говорит, ну, ты царя не убил, там, вот это вот. Ну, я в жертву там вот оставил. Ну, пускай даже не в жертву, пускай он там оставил для себя, не смог убить царя, оставил себе самое лучшее, как бы, да. Но он ведь исполнял, он ведь главное сделал, то есть что говорит Саул, Самуил, иди, уничтожь Амалика, царя, сокруши их, этих Амаликин. Он это делает. Понимаете, что, ну, понимаете, что есть важные вещи такие, да, на которые мы всегда в жизни обращаем внимание. И есть вот эти вот, как ему показалось, они не такие важные, поэтому он их не исполнил. Но суть была вот в том, что Саул передавал сердце Божье, именно сердце Божье, такая в ненависти к врагам. А Саул, он не смог впитать вот эту ненависть, он именно взял буквально вот эти вот вещи, что он должен сделать. А в остальном он просто поступил по плоти, и все. И он не смог поступить по духу. Почему он не смог поступить по духу? Ну, потому что не жил по духу. Потому что это не хождение по духу. Потому что это хождение по, грубо говоря, закону, по откровению кого-то духовного, переданного тебе. Пускай это откровение Божье, но переданное тебе человек. Вы понимаете или нет, устройство первого царства. Да или нет? Поняли или нет? Суть устройства первого царства. И что есть пророк, что есть духовный человек, получающий видение. Есть руководитель, которому это видение передается, и дальше пошло всем остальным. А чем отличается царство Давида? Чем? Отношением царя. А? Отношением царя с Богом. Да, личными отношениями с Богом, личными, напрямую видение передается самому Давиду. То есть, что это значит, напрямую передается? Это значит, царь делает то, что он видит, то, что он думает, и это оказывается волей Божьей. Понимаете, он уже воспитан в этих отношениях с Богом. И то, как он думает, если он ненавидит этих врагов, он идет их разбивать, и это является стопроцентным исполнением воли Божьей. Он решает кого-то помиловать, и это является исполнением воли Божьей. Он просто движется, в принципе, как он хочет. Понимаете или нет? И вот к такому царству Бог нас призывает. Именно такое царство Иисуса Христа Бог хочет установить на земле. Людей, живущих в духе, исполняющих в своем духе волю Божью. Изнутри себя запишу законы мои в мысли, напишу на сердцах. И не будет учить ближнего, но все от малого до великого будут знать меня. Все от малого до великого будут знать меня. Не важно, малый он или великий. Написано, будут и малые, значит, и великие. Будут те, которые больше сделают, будут те, которые меньше сделают. Но они все будут жить от духа, из духа, по духу. И для меня это очень-очень-очень важный момент. И я сегодня хотел вот именно... Мы еще глубже пойдем, потому что я держу самое главное откровение еще. Я еще вам его не открыл. Я еще вас туда не повел, потому что, ну, оно на самом деле простое. И если его, как бы, да, просто так сказать, вы скажете, ну, конечно, мы все это знаем. Но тут нужна практика. Практика именно как это все происходит. И вот, представьте, вот этот вот момент, когда царство передается. Когда Саул не смог угодить Богу. И все у него там... Даже вот этот вот момент, знаете... Помните, когда вот эти ошибки были совершены, и Саул уже пошел, помазал Давида, Самуил, на царство. И там написано, и сошел на Давида Дух Божий, написано, от Саула отошел Дух. Все, уже Дух отошел. То есть это о чем, говоришь? У него был Дух. Понимаете? Был Дух. Это то, о чем мы говорим. По щеколку, по коленам, по пояс. Но Дух был. И он чувствовал себя нормально, но потом Дух отходит. Дух отходит, и помните, написано, и злой Дух от Бога его мучил. Что это значит, злой Дух от Бога? Я так просто думал. Это как раз, знаете, такое христианство, которое, как непослушные в Духе христиане. Я уверен, что сейчас, вот именно потому, что сейчас как будто бы, я так вот верю или вижу, что вот в это время Перехода, знаете, и сейчас очень много непослушных в Духе христиан. Христиан разочарованных. Христиан, носящих вот этого злого Духа внутри себя. Мучим их вот этим злым Духом. То есть, а что такое это злой Дух? Чем он плох именно, там написано так, злой Дух от Бога? Чем плох именно злой Дух от Бога? Потому что если бы был просто злой Дух, то его можно было бы выгнать. То христианин мог бы его выгнать, другой, светлый христианин, скажет, во имя Иисуса Христа пошел он, он бы ушел. Но когда злой Дух от Бога, как ты можешь выгнать его? Правильно или нет? И понимаете, и это о чем говорит? То, что это вот разочарованное христианство, христианство непослушное внутри, христианство, которое, ну вот, раздражительное, да? Вот этот вот старший брат, блудного сына, да? Который не захотел войти, не захотел порадоваться, да, радости отца, да? То есть, это... Потому что, что это, опять же, вот это вот на практике, вот этот злой Дух от Бога, да, вот в Сауле, да? Это лидеры, еще занимающие позицию лидеров, но внутри не соответствующие этой позиции, снаружи занимающие, а внутри они не чувствуют силы, внутри они уже, ну, как подпорчены, что ли, они наошибались, они не знают, что делать, и они их мучают, собственно, их не какие-то, может быть, ошибки, недовольства, ну, что угодно, короче, что угодно, и, ну, потому что, на самом деле, настоящая позиция, то, которую, куда нас Бог ведет, да, позиция духовной власти на этой земле, понимаете или нет? Что вся тварь ожидает откровения сынов Божьих. То, что это, на самом деле, духовная власть, что, да, Иисус говорит Петру, я даю тебе ключи от Царства Божьего, что свяжешь, что будет связано, что развяжешь, будет развязано. И, как бы, духовную власть получили множество, саулов, но они не умеют, они не способны, их не, вот, их не собственное непослушание до конца, оно их уже, вот, подпортило, да, они, они утручены, они переживают, они не имеют силы, дух отошел. Потому что, на самом деле, духовная власть – это тяжелая ножа. И, по-настоящему, вот, ее можно нести, только будучи, действительно, с Богом на сто процентов, Вадимым, Вадимым, Духом Божиим. Ну, это просто прочитаю вам стихи, для того, чтобы вы поняли, из Писания, где примерно об этом говорится. Римлянам, восьмая глава. Просто чуть-чуть прочитать. Я вам, хотите, берите домашнее задание, это Римлянам, восьмая глава. Просто почитайте ее. Это вообще жемчужина. Жемчужина. Именно вот это вот хождение в духе, и там все это написано. Что такое быть Вадимым Духом? По сути, вещей. Смотрите. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. 1 стиха. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной жертву за греха и осудил грех во благе. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерти, а помышления духовной жизни. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, Если только Дух Божий живет в вас Если же кто Духа Христова не имеет Тот и не его А если Христос в вас, то тело мертвого для греха Но Дух жив для праведности И там, кстати, вот дальше идет Что ибо все вадимые Итак, братья, мы не должники плоти Чтобы жить по плоти Ибо если живете по плоти, то умрете А если Духом умышляете дела плотские То живы будете Ибо все вадимые Духом Божьим Суть Сыны Божьей Аминь Изучайте эти вещи, очень серьезные вещи Павел достает эти формулировки Из своего Духа Что это такое, что на самом деле Мы не можем быть послушными Богу Если мы живем по плоти А это вот и есть, понимаете По плоти это не только ты грешишь и хочешь Нет, просто если ты пытаешься Вот даже вот это вот как Саул Понимаете, был послушан Но был послушан не из Духа своего А был послушан то, что сказали Как бы снаружи, понимаете И это невозможно исполнить До конца быть послушным И Бог забирает у него царство Забирает у него лидерство Хотя какое-то время это лидерство ему принадлежит И какое-то время Саул побеждает Понимаете Поэтому мы не должны думать Я сейчас вернусь в эту тему Которую я говорил в прошлый раз Не переживай и не думай, что тебе нужно стать Чемпионом среди юниоров Помните, да? То, что вот это вот Чемпионом среди юниоров Это не главное Нам нужно правильно подготовиться к взрослой жизни К настоящей взрослой жизни К настоящим победам Поэтому это больше относится к тому Что нам нужно копать И положить все на крепкий фундамент И понять суть Иисуса Христа Его слов Что Он хотел, как Он жил Как Он видел Для чего Он пришел И что Он понимал Понимаете? Нам нужно эту глубину и суть понять И вот наконец Бог Мы поговорили о злом духе Вот об этом, от Бога Что на самом деле проблема Проблема для меня Некоторые думают, что я в руки христианин А мне плохо Ну вот часто поэтому Часто поэтому плохо Потому что пытаешься быть послушным по плоти В каких-то моментах Я не сможу быть послушным по плоти Все равно наделаешь ошибок И будешь получать в свою жизнь Такое слово от Бога Которое тебя будет дальше резать Убивать И забивать камнями Да? Вот это вот практика И будет приходить этот разгневанный пророк Старый С виду сумасшедший Ну потому что так бывает Действительно Опаздывающий Почему он опоздал? Мне нравится Почему Сумил опоздал? Почему он испытывал терпение Саула Как человек не имел права Я думаю, опоздал, потому что старый был Шел долго, понимаете? А муж забыл Понимаете? То есть Из-за старости тоже Ну это шутки Понимаете? Да? Это шутки Но это жизнь Понимаете? Вот в жизни так То есть в жизни так То, что Тебе скажут слово А потом ты должен его исполнить И ты его не исполнил И все И на твою жизнь уже обрушивается Такое, как Ну проклятие Да все Ты негоден Ты И так, как этот человек Поставлен тем, кем он поставлен Это слово начинает работать И все Оно начинает Тебя Вот представьте Если бы Иисус двигался В таком духе Я бы просто вижу Что Иисус не двигается В таком духе На самом деле Мы сейчас тоже это посмотрим Ладно Я к Давиду Теперь Вот это вот слово То, что Бог говорит Самуилу И говорит Все, я нашел Мужа По сердцу моему Который исполнит Все повеления мои И я говорю Что я раньше До этого момента До этой темы Не мог это сформулировать Не мог это понять Что это значит Повеления все мои Мы иногда Понимаете Тот же самый закон И иногда Учителя там закона И проповедники закона Да Еще сами Даже Саулы Часто Вот этими даже словами Пользуются для того Чтобы еще большее значение Силу придать Там тому же закону Да Все повеления Ты должен как бы Исполнить И Но мы видим Что на практике Это невозможно Невозможно исполнить Все повеления закона Но Бог говорит Что Он исполнит Все повеления мои Все повеления мои Он исполнит Именно Желания моего сердца Он говорит Я нашел мужа По сердцу моему Что это значит Это значит Который думает Как я думаю У которого У которого внутри Такое же сердце Как и у меня У которого Видение ситуации И суждение Его ход Его мысли Оно такое же Как у меня Вот тогда Он сможет Исполнить Все повеления Бога И мы сейчас посмотрим Как Давид Это делает Как Давид Исполняет Повеления Божьи Я был шокирован Когда об этом думал Смотрите Один из первых разов Это как раз Когда они сталкиваются В пещере Помните или нет Когда Саул пошел По нужде Который гонялся За Давидом Чтобы его убить Да Все серьезно На самом деле Убить Не просто там Критикануть Не просто там Поругать Убить Физически убить Кидал в него Копье до этого Да А тут собрал Целую армию на него Свою армию Которая намного больше Чем те люди Которые у Давида И пошел его убивать Все с полным намерением И Давид прятался Там убегал И вот он в пещеру Убежал от Саула А Саулу страшно Захотелось в туалет И вот эта вот ситуация Когда Саул туда зашел А там Давид И вот Ну вот представьте Что происходит теперь Давид Знающий Кто он Ему сказали Пророк Его помазали Он внутри понимает Что он следующий царь Он понимает Что вот это вот Он ждет эту позицию Правильно или нет Он ждет Хочет правильно Там до нее дойти Сам умрет Саул Или еще что-то Он говорит Ну как Не знает Как он туда попадет Потому что Как бы попасть туда Пока очень трудно И даже логически Потому что если Саул Даже просто умрет Он поставит своего сына В любом случае То есть Так будет Так будет Так будет Но видение у Давида Вот оно внутри Такое ему Бог открыл И у него подтверждения были У него свои естественные Подтверждения были Он гляху убивал Он уже народ освободил Он знает Он знает Что он лучший лидер Правильно Внутри Он знает Что его откровения Его хождение Вот то Как он думает Оно угодно Богу Намного больше И у него есть проекты Да Например Даже Да Для Божьего народа Для царства Как его Лучше сделать Как врагов Победить Он умеет побеждать Филистимлян Понимаете Он во всем лучше Саула Превосходит Он знает это Он живет это У него отношение С Богом Ну просто Вообще Бог его водит Бог его кормит Бог ему отвечает Он вот эти псалмы Там в пустыне Рождает Ему трудно Он Бог ищет И вот этот Саул Представьте На него выходит Да И Как раз Да мы знаем Что Давид там написал Несколько псалмов По-моему Даже есть псалмы Которые в пещере Были написаны Есть там такое Я не ошибаюсь Ну Пусть в пустыне Или в пещере Не важно Но Вот он как раз Вот это вот рождает Вот это Бог Он говорит Защити меня От врагов моих Защити Сокруши Там эти зубы Этих злых Они Ополчились Он искренне Просит Бога Сделать Для него И Какие-то вещи И вы смотрите Что происходит Сидит в этой пустыне Саул пошел За ним И вдруг Вот это чудо Сверхъестественное чудо Саул приходит К нему Один К пещеру По нужде Ему все люди Его говорят Смотри Давид Твой Бог Тебе Твоего врага Как наблюдачек Дает Давай Просто Все закончится Все страдания Закончатся Вы понимаете Я понял Что Это действительно Бог Ему Его Приводит То есть Давид просит Помоги Сокруши врагов Давид Лидер 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 должен быть В каких-то моментах Жесткий Должен Правильно Или нет Он По идее Вот когда Вот смотрите Приходит То есть Другими словами Давиду приходит слово От Бога Или лидеру Какому-то То есть Вот это вот С подтверждением Того что нужно сделать Понимаете Вот это вот То есть Вот это вот Знамение Что он пришел Он должен Просто это сделать Должен убить Саула Он не должен Даже А Саул А Давид Что делает Я не могу Вот Не могу И все Вот Вот то что внутри меня Оно мне не дает Это сделать И все Понимаете Сам суть то в чем Даже если Мне сказал это сделать Бог Сегодня спорная тема Но я как бы докажу Я вам покажу Вот эти моменты То есть Вы представляете То есть Сам Бог ему предлагает Бог его любит Бог ему дает То есть Другими словами Бог ему дает Возможность Дает оружие Все Предпринимай Свои действия И это Все С подтверждением Понимаете Даже вот Другим бы кому рассказал Потом когда убил Все вы поняли Правильно или нет Он же его первый Хотел убить Он за ним гонялся И сам Бог ему Вот это дал А Давид что говорит Я не могу Я не могу Я не хочу Он находит Он находит Вот это вот Для меня Он находит Вот Понимаете почему он поступает Он поступает По вот этой вот Милости внутри себя По вот этой какой-то Любви непонятной Когда Просто ему жалко Саула Как человека Он не хочет Лишать его жизни Он не хочет В этом участвовать И он отказывается Он как бы говорит Я не буду это делать Я вам говорю Что У меня был недавно Такой Опыт Случай Я Я там Ну как Боролся За одного человека И Этот человек Был христианином Когда-то Начинал свой путь Потом он Перестал двигаться По этому пути Выбрал путь Как бы денег Заработка Большого Добился Больших Больших успехов В этом плане И Ну Другими словами Да Променял Бога Как бы Вот На На этом Можно уже Так сказать По прошествии Времени Это действительно Это уже факт Знал Ну Как бы Не стал Потому что Мог бы И пытаться И в церковь Входить И еще что-то Нет Он полностью Выбрал Другой путь А я с ним Как бы Дружил И И все равно Пытался проповедовать Видел что Он неплохой человек Как бы И у него Даже вот это Вот все равно Любовь к Богу Тоже какая-то Осталась Вот это вот Изначально Ну вот так Его в жизнь Повела Понимаете Вот так Закрутил Его Вот этот Водоворок Я даже понимаю Что как будто Даже выбора У него не было Потому что Мы иногда Думаем Что так легко Противостать Богатству И мамоне Просто нам Еще не предлагали На самом деле Понимаете Каких-то Серьезных вещей А то Многие С удовольствием Поменяли Да Александр На денежки Да Славу Божью Божью Жизнь И духов Но Слава Богу И спасибо Что Бог Иногда Некоторым Не предлагает Потому что Знает Что слабы Будут И поменяют Сразу И Вот мы с ним Разговаривали Но у него Настал Такой Серьезный Кризис В семье То есть Настолько Полностью Просто А В отношениях С женой С детьми То что Вообще Разговаривал С ним По несколько Часов И Просто Там Такие раны Такая боль И я понимаю Что просто Там нет Бога И все И вот Я на практике Вижу Что Чего толку Человеку Приобрести Весь мир А души Своей Навредить Понимаете Жизни Нет Счастья Нет Когда Ты У тебя Сумасшедшая Работа Сумасшедшая Нагрузка И ты не Приходит Не можешь Прийти домой Чтобы отдохнуть Потому что Там Ужас Что творится И это На протяжении Нескольких Лет И ты Не видишь Надежды Как можно Оттуда Выбраться И у меня Было Просто Я понимаю Что у меня Сострадание Я хочу Помочь Я говорю Давай я буду Молиться Давай мы с тобой Давай будем Разговаривать С тобой С женой Будем молиться За эту ситуацию И он уже Даже Понимаете Веры мало Но из-за того Что дебаться Некуда Он уже даже Соглашается На все эти вещи Потому что Если бы раньше Например Такие вещи Предложился Главное Не надо Как-нибудь потом Но тут Такая ситуация Что уже Настолько плохо Что человек Готов на все Понимаете Готов на все Единственное Что когда мы У него молились У него в кабинете Он на всякий случай Выглянул Нет мне там Близко секретарша Чтоб не услышали Ну понимаете Спрочу Я говорю Да Что все равно Как бы Да Не нуждался Но пусть Другие не видят Что я тут Богу молюсь Но дело Дело не в этом И вот мы Долго-долго Разговаривали И я просто Пытался Хоть что-то Сказать По этой ситуации Как-то Ободрить Что угодно И я решил Вопросить Бога У меня тут мысли приходят Бог Ну скажи мне что-то Дай мне что-то Для него Я не знаю Я так нечасто делаю Я думаю Ну а где это взять Ну где в Библии У меня на телефоне Есть моя Библия Я думаю Ну где открою Там Как обычно Знаете Бывает Когда очень надо Что-то Что-то такое Прочитать Мы все пользуемся Этой штукой Часто не советую Но иногда работает На самом деле Иногда работает И Бог говорит У меня было открыто На Исаии Я сразу Я читаю Два стиха И эти стихи Ну сто процентов Про него Бог прям Живую говорит Просто вот Я аж офигел Я сижу Он что-то там рассказывает Я полностью От него отключился Мне просто Бог сказал Слово живое Которое Нам говорит Вот то Что ты оставил Бога спасение своего Ты развел Роскошные сады Ты роскошествовал Там в эти дни Ты сам Себя как бы Все это сделал За это Ты будешь оставлен И не будет тебе никакой И я в шоке Такое слово Понимаете Я сижу Думаю Что мне делать Ёки-палки Вот спросил у Бога Я понимаю Что Бог сказал И я знаю Эти духовные законы Что я должен Ему теперь Это Божье слово Сказать Что Что меня полностью Выворачивает Просто Но это Божье слово Я начинаю думать И я говорю Я не могу Я не скажу Это слово Вот это слово Я не скажу Потом я начинаю думать Ну значит Ты не Как бы Не послушен Потому что Ты не веришь До конца Божьему слову Потому что Откуда ты знаешь Может быть Бог Его Вот так Поразит Сейчас этим словом А потом Сам К покаянию Приведет И так далее И я так Ну у меня Вот эти мысли Идут И я такой Про себя думаю Еще раз Прочитываю эти слова Представляю Как он Как он их Может воспринять К какому покаянию Они тут приведут Тут просто убийство Просто Ну Как бы Чистой воды Убийство Вообще Просто Убить Всякую надежду И я думаю Не Только Вот сейчас Точно не буду Это слово Говорить Думаю Может Когда-нибудь Потом Скажу Какое я слово Для него Получил Не знаю Напишу ему Там В смс Извини Сань Или Леша Или Миша И Вот такое Слово Я получил Ничего Не могу Сделать Это Было С подтверждением Думаю Я не могу И В итоге Вот я Как бы Оставляю Все это Заминой Но не могу Не могу Я Как бы Я хочу Верить В Бога Милующего В Бога Любви И И Даже Ну Ладно Значит Я И Как раз Я Размышлял Чуть-чуть На эту Тему Что Такое Быть Послушным Богу Полностью Быть Послушным Вадимом Вот этой Рекой Быть Носимым Этой Рекой Чтобы Она Тебе Действительно Чтобы Ты не мог Даже Быть Непослушным И Я Так Интерпретировался Ну Значит Я Не могу Быть Послушным Значит Еще Не Настало Мое Время Быть Послушным Богу Полностью Понимаете Они получили Слово От Бога Как Пророки Мысли Они Должны Его Отдать И Как бы Им Самим Внутри Нравилось Это Не Нравилось И так Далее Они Должны Отдать Вот По такой Логике Я Думал И Думал Что Я Даже Не Послушен Богу Ну Ладно Но Что-то Было Внутри Меня Такое Что Я Не Почувствовал Осуждения За эту Ситуацию Не Знаю Почему Была Как будто Легкость Было Что-то И Вот Потом Когда Мне Бог Начал Открывать На самом Деле Вот Эту Тему Про Давида Про Саула Про Что Сделал Саул Я Понял Что На самом деле Что Именно В Послушание Это Это Как раз Возможность Это Тот Путь По Которому Ты Идешь И Это Дверь Войти В Это Призвание Представляете Я Лучше Не Войду Ну Я Так Думаю Я Лучше Принесу Это В Жертву Я Лучше Не Войду В Это Никогда Но Я Не Могу Мне Жалко Я Знаю Саула Я Я Вижу Его Я Я Сочувствую Ему Когда Мне Все Это Открылось Я Был В Шоке Когда Мне Бог Поговорил Сын Ты Сдал Экзамен Ты Сдал Экзамен Потому Что Он Мне Просто Научил Я Понимаю Что Это Маленький Экзамен Я Понимаю Что Это Не Какой Там Большой Экзамен Я Знаю Что Эти Экзамены Еще Впереди Основные Но Я Понял Вот Здесь Этот Момент Что На самом Деле Исполняет Повеление Божие Знаете Что Исполняет Повеление Божие Любовь Любовь Есть Исполнение Закона Понимаете Любовь Вот Это Когда Мы Найдем Эту Любовь И поступим По Любви Понимаете А не Потому Как Мы Должны Поступить В этой Ситуации И не Потому Как Вот Вспомните Как Иисус Когда К нему Привели Женщину Которую Нужно Было Забить Камня И Говорят Ну Че Учитель Че Делать Будем Поймали Поймали Закон Говорит Побить Камнями А Ты Что Скажешь Что Без Небя Кем И Вы Понимаете Откуда Иисус Рождает Этот Ответ Я Всегда Думал Откуда Как Он Мыслит Мы Думаем Что Знаете Вот Если Мы Будем Думать А Меня Загнали В Ловушку Че Мне Тут Сказать Как Ж Мне Защитить Своё Служение Своё Призвание То Чем Я Занимаю Сейчас Меня Поймали Тут Я Должен Быть Добреньким Или Я Должен Закон Испомни Что Делать Он Мог Впасть В Паник Знаете Че Вытащил Иисуса Из Этой Ситуации Переживание Любовь За Эту Женщину В Мамень Ему Всем Сердцем Захотелось Просто Её Спасти От Этого Понимаете Просто Спасти Просто Проявить К ней Милость Милосердие Понимая Что Она Просто Жертва Жертва Жизни Жертва Греха И У Бога У Иисуса У него Такое Отношение К людям Не Жертвы Хочу Милости Хочу А не Жертвы Это Сердце Божье На самом деле Иисус Это Тот Кто Внутри Себя Начинает Любя Людей Поступая По любви На сто Процентов Исполнять Божий Закон И они Ничего Не смогли Сделать Слово Было Настолько Мощное Настолько Серьезное Что Они Ничего Не смогли Сделать Он Просто Он О ней Думал Как Её Вытащить Из Этого Понимаете Не о себе Думал Как Себя Вытащить Из Этой Ловушки Как Ему И Закон Исполнить Понимаете Или нет Разницу Как Мы Должны Думать Как Мы Должны Жить Что Такое Вообще Христианство Потому Что Последнее Время Многие Христиане Стали Настолько Чёрствые Настолько Мы Действительно Не поняли Эту Суть Что Исполнение Закона Это Любовь Милосердие Вот Эти Вот Вещи Что Требовательными Стали Знаете Мы ходим Иногда В рестораны Обедать Или куда И нам Что-то Не так Подали Мы то Принесли Какие Мы иногда Бываем Идите Скажите Принесите Чё Это Такое Требуем Сразу Некрасиво Себя Ведём Потому Что Нам Же Должны Мы же В ресторане Я Вчера Был В магазине Покупал Там Продукты Магнит И Одна Касса Была И тут Ну Я Второй Был Там Ещё Может Быть Двое Небольшая Очередь И последний Кто В очереди Где Ещё Один Кассир Давайте Мне Ещё Одного Кассира Он Знает Что Мы Положим По Закону И Что Ты Знаешь Что Тебе Положено По Закону Ты Должен Нервы Трепать Вот Этой Женщине Которая Сидит За Этой Кассой Просто Вынести Ей Мост Мы Иногда Так Ведём К Людям В Жизни Понимаете Не понимая Даже Чего Потому Что Должны По Закону Потому Что Знаем Как Нужно Сделать Правильно Но Бог Говорит Любовь Есть Исполнение Закона Христос Есть Конец Закона Понимаете Вот Поступить Из Любви В своём Сердце Есть Исполнить Все Повеления Божьи Потому Что Все Повеления Божьи Это Не Закон Все Повеления Божьи Это Самая Главная Любовь У него Есть Скрытые Повеления У него Тоже Где-то Там Была Эта Милость К Саулу Которую Проявил Давид Вот В этой Ситуации Понимаете Бог же Тоже Понимал Что Ну Досталось Саулу Досталось Саулу И За Пророка Самуила И за То Что Тот Припоздал И так Далее Но Это Суть Вещей Понимаете Как Поступает Отец Когда Блудный Сын Возвращается Я Меня Одно Слово Перевернуло Переворачивает Выбежал И пал На шею К сыну Понимаете Мы Любим Иногда Говорит Дал Перстень Одел Обрадовался Пир Заколол Он К нему На шею Пал Рыдать Начал Просто Просто Неадекватная Реакция Отца Неадекватная Она просто Старшего сына Она вообще Просто поразила Потому что Он знал Отца Другим Он знал Отца Справедливым Хозяином Правильным Как все Нужно У него порядок Во всем Он царствует А тут Нюни распустил Взрослый Мужчина Мужик Дед Не знаю Кто Но Вот оно Сердце Божье Он Он не Думает О том Как он Будет Выглядеть Понимаете Он увидев его Издали Написано Просто Рванулся Побежал Пал И просто Просто Начал Рыдать Понимаете Поэтому Я говорю Что Мы пойдем Вперед И вообще Начнется Настоящее Хождение Вхождение В духе Когда Мы Начнем Поступать По любви В первую очередь От любви Когда Это сумасшедшее Я сейчас Прочитаю Эти стихи Сумасшедшее Это Превосходящее Разумение Христу Уразуметь Превосходящее Разумение Любовь Христова Понимаете Это Сделал Иисус Я еще Тут думал Я говорю Помните Я вам говорил То что Иоанн Креститель Это как Саул И Давид Это как Христос Похожие Образы Может быть Может быть Нет Кому-то Нравится Это сравнение Кому-то Нет Ну Действительно Потому что Про него Написано Пришел Иоанн Креститель Путем Правильности Он Прям Исполнил Закон Вот Он Прям Исполнил Закон До Последнего Все Что Можно Было Поэтому Он сказал Не Выставал Еще Больше Иоанн Креститель Потому что Он Исполнил Закон Полностью И для меня Вот Это Иоанн Креститель Это как Ну например Первое царство Это не только Саул И вот Я как Я думаю Первое царство Это Саул И Самуил Это связка Вот этих Вот людей Это два В одном Это Такая Такая Работа Такое Такое Христианство Один Говорит Что делать Другой Детой А вот Можно Сказать Иоанн Креститель Это уже Тоже И Самуил И Саул Там В одном лице Он уже И получает И делает То же самое И И вот Вы понимаете Что это очень похоже То что сделал Иоанн Креститель Похоже На то что Сделал Христос Он же тоже В жертву Себя принес Можно сказать Правильно Он же Он же Жертвенной Смертью Такой Погиб Голову Отрубил До конца Пошел Но Из-за чего Он туда Пошел То есть Какой Был его Мотив То есть Он пошел На Исполнение Заповеди До конца Он понимал Что Ну как бы Что это нужно Вот делать Обличать И его мнение Было такое Вот у него Видение было Такое Что нужно Получил Слово От Бога Должен Ему сказать И он Сказал Его Ироду Несмотря На то Что понимал Что Это будет Чревато Что тот Все равно Не покаяться И так далее И Скорее всего Будут проблемы То есть Вот Видим Пример Вот этого Человека Который Идет До конца На послушание Божьему Слову Но у него Нет любви Понимаете А Иисус идет По другим Принципам По другим Принципам На более худшее Он себя Подставляет Он идет Как бы На непослушание Появите Что это В кавычках Можно так назвать Потому что Проклят Всякий Повешенный На дереве Он берет Это непослушание Как бы Наше Непослушание На себя И говорит Пусть будет Плохо Лучше Мне Но им Будет Хорошо Понимаете Или не Понимаете Поэтому Это есть Исполнение Закона Любовь Есть Исполнение Закона И поэтому У нас Самое Лучшее Что мы Можем Это Вот Любить И понимаете Павел Когда он Об этом Пишет Еще одно Домашнее Задание Первое Коринфянам Тринадцатая Глава Где Про любовь Когда Павел Говорит То что Ревнуйте О дарах Духовных Особенно О том Что он Пророчествует Но потом Он Больше Всего Ревнуйте О дарах Духовных Больше Всего О любви То что Потом Он Пишет Вот Это Ну Давайте Откроем Сейчас Просто Что Прочитать И вот Он Как раз Говорит То что Это Двенадцатая Глава 29 стиха Все ли Апостолы Все ли Пророки Все ли Учители Все ли Чудотворцы Все ли Имеют Дары Исцеления Все ли Говорят Языками Все ли Истолкователи Ревнуйте О дарах Больше И я Покажу Вам Путь Еще Превосходнейший О дарах Больше Путь Еще Превосходнейший И дальше Он Говорит И дальше Начинается Вот эта Глава Тринадцатая Любви Что Вот этот Путь В настоящую Духовность Совершенную Полную Абсолютную Духовность Перед Богом Когда мы Действительно Вот сможем Выполнить Все его Повеления Этого Любви Это Любовью Любовью Милосердием Прощением Поэтому Для меня Ну можно сказать Вот такая Формулировка Сам выявил То что Любовь Это Совершенный Путь К наивысшей Духовности И абсолютному Послушанию Богу Из нашего Духа Внутри Нас Просто Любить Просто Вот Любовь Есть Исполнение Закона И вот Недавно Я тут Песнь Песней Прочитал Хотите Тоже Почитайте Там Про Любовь И Там Три Раза Вот Эта Вот Невеста Она Говорит Заклинаю Вас Женщины Иерусалима Заклинаю Вас Не Будите Любви Доколе Она Сама Того Не Пожелает Потому Что Это Действительно Очень Серьезная Лютая Вещь Понимаете Которая Тебя Поведет И Она Действительно Вот Ну Вот Это Есть Поток Когда Ты Не Сможешь Противиться Поэтому Она Говорит Ну Раньше Лучше Туда Не Входить Как Ну Или Она Просто Делится Три Раза Говорит Не Будите Любви Не Будите Она Она Влюбилась В Своего Жениха И Три Раза Она Говорит Не Будите Пока Пока Сама Не Будите Лучше Не Будите И Потом Там Есть Вот Эти Стихи Красивые Потому Крепка Как Смерть Любовь Лютая Ревность Что Воды Большие Не Потушки Потоки Там Не Остановят И Так Далее И Дайте Песня Песня Восьмая Блова Просто Стих Прочитаем Нравится Просто Он Мне Красивый Может Кому То Понравится Восьмая Глава Положи Меня Как Печать На Сердце Твое Шестой Седьмой Стих Как Перстень На Руку Твою И Бокрепка Как Смерть Любовь Люта Как Преисподняя Ревность Стрелы Стрелы Огненные Она Пламень Весьма Сильный Большие Воды Не Могут Потушить Любви И Реки Не Зальют Ее Если Бы Кто Давал Все Богатство Дома Своего За Презрением Очень Интересно Я Формулирую Как Это Если Кто Отдавал Богатство Всего Своего Дома За Любовь То Он Был Отвергнут Презрением Я Не Знаю Что Это Может Мы Когда Повем Но Думаю Это Как Пророчество Про Христа Который Отдал Все Все Полностью За Любовь И Был Отвергнут Презрением Понимаете Но Перед Богом Это Величайший Будет его Занимать Всегда В Вечности И Так Далее Так Поэтому Я говорю Представьте Какое мышление Настоящее Христианское Теперь Мы про Павла Можем Римлянам Девятая Глава Представьте То Про Чего Я Говорил Что Что Такое Настоящее Полное Погружение И послушание Богу Оно Я Говорю Что Это Ближе К непослушанию Ради Любви Понимаете Или Не Понимаете Что Формулировка Такая Можно Спорить Но Павел Это Тоже Говорит Смотрите Второй Стих Девятая Глава Давайте С первого Потому что Он говорит Истинно Не вру Говорит Во Христе Истину Говорю Во Христе Не лгу Первый Сейчас Смотрите Что Он не лжет В чем Он говорит Свидетельствует Мне Во мне Совесть Моя В Духе Святом Вот Из себя Достаю Сам И Не Вру Что Великая Для Меня Печаль И Непрестанное Мучение Сердцу Я Я Желал Я Желал Быть Отлученным От Христа За Братья Моих Родных Мне По Плоти Представляете Представляете До чего Павел Доходит В этой Любви В этой Войне Эти Которые Палками Чем Угодно Не Принимают Вообще Там Ненавидят А он Бьется До Упора Чтобы Хоть Как То Хоть Как До Незти И Он Говорит Я Не лгу То Что Я Чувствую Переживаю В современном Переводе Там Вообще То есть Быть Отлученным От Христа И Проклятым Бывает Там Вот Так Даже Написано То Это Означает Что Я Это Чувствую Я Так Живу Я Это Ощущаю Я Так За Них Переживаю Я Так Им Хочу Самого Лучшего Что Сам Был Готов Быть Отлученным От Самого Лучшего Для Нам Туда Нам Туда Поэтому Еще Ефесянам Третью главу Прочитаю И мы Закончим Только Третья Или не Третья Сейчас Третья Стринадцатого Стиха Счетнадцатого Для всего Преклоняю Колени Мои Пред Отцом Господа Нашего Иисуса Христа От которого Именуется Всякое Отечество На небесах И на земле Да 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 Делиться Христу В сердца Ваши Чтобы Вы Укорененные И утвержденные В любви Могли Постигнуть Со всеми Святыми Что Широта И долгота И глубина И высота И уразуметь Превосходящее Разумение Любовь Христова Дабы Вам Исполнится Всею Полнотой Божией Аминь Хотите Полноту Божию Хотите Хотите Продолжайте Хотеть Продолжайте Вот Ну Но возьмите Правильное Направление Сегодня Просто я хочу Вывод такой Что Мы должны Как можно Быстрее Изменить Это направление Своего пути Что направление Нашего пути Это не Исполнение Вот этого Заповеди И послушания А направление Это любовь К ближнему Любовь К тому Кто рядом Поэтому Вы знаете Вот даже Вот эти вот стихи Когда Иисус Написано Что Иисус решил Делом Показать Как он Возлюбил Тех Которые С ним Да Были В мире Помните Припоясался И вот Зная Что Бог Дал ему Всю власть И вот Решил Там написано Делом Доказать Что он Их Возлюбил Как там Написано До конца Возлюбил Их До конца Возлюбил И припоясался Снимает То есть Он просто Вот ему Нужно Выразить Да Я вот Как просто Даже сейчас Это прям Подумал Полон любви Он полон любви В этом моменте Когда он Собирается На крест Понимаете Он не полон Жабы Зависти Лишь бы Сейчас Побыстрее Пройти Вот он Понимаете Он не полон Вот этого Нервоза Страха Он полон Любви Вот к этим С которыми Он провел Время Он полон Любви К своей Общине Понимаете Или нет Вот поймите Этот момент Потому что Последнее время Очень важное Слово Община Очень важное Слово Именно Вот эта Вот любовь В общине Любовь между Братьями Да То что Потому узнают Что вы Мои ученики Когда будете Иметь любовь Между собой Это Победит мир Понимаете Вот это Победит мир И Иисус Вот просто Полон Любви И я как бы Думаю Даже Как не знает Как ее Проявить И находит Вот это У него Желание Помыть им Ноги Знаете Зачем Мыть Ноги Ну Один Из Тоже Моментов Потому что Они все От него Убежали Этими Ногами На следующий День И он Знал Что они От него Убегут И он Решил Их Уже Простить За то Что они Сделают Для него Чтобы Они не Чувствовали Того Что они Сделают Что они Испугаются Он им Наперед Уже Помыл Эти Ноги И сказал И когда Петр Говорит Не надо Не сделаешь Он говорит То что Делаю Сейчас Не понимаешь Потом Поймешь И я думаю Когда Петр Убежал Может быть Тоже Понял Что Что Это Означало Что он Простил Именно Потому что Грехи Он простил Как Иисус Как Христос А вот Это было Как личное Такое Прощение Которые Его Предали В итоге Убежали Он им Помыл Эти Ноги Просто Как Людям Понимаете Как Человек Человек Поэтому Ну Вот Все Здесь На самом Деле Все Вот В этой Любви Сумасшедшей И Они В исполнении Закона Понимаете Или Не понимаете Да И еще Одни стихи Вам Почитаю Я же Обещал Сегодня Замучить Поэтому Еще Немного Вам Пришло Первое Ивана Я Вам Говорю Сегодня Хочу Упор Сделать На том Что Мы Должны Изменить Своё Направление По направлении Это Ну Когда По щиколку По пояс По колено Это Вот Одно Но Полное Послушание И поэтому Павел И говорит Что Я вам Покажу Путь Совершенный Понимаете Вот Для того Чтобы Жить В любви Не Нужно Годами Учиться Понимаете Вот Для того Чтобы Жить По закону Нужно Учиться Годами Нужно Его Знать Нужно Его Исполнять Нужно Совершенствоваться Расти В духовных Дарах И так Далее И тому Подобное Практиковать Учиться Петь Прославлять Проповедовать И так Далее Для того Чтобы Осознать Я Христианин Потому Что Ты 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 Понимаете Но Чтобы В любви Двигаться Это Вообще Путь Совершенный Туда Можно Войти Грубо говоря Сразу Просто Духом Своим Войти И Начать Любить И Все И Любить И Ты Перегонишь Всех Этих Духовных И Бог Через Тебя Будет Действовать Больше И Ты Будешь Боге Больше Чем Все Те Которые Потратили Много Времени На То Чтобы Учиться Это То Что Павел Говорит То Что Путь Превосходнейший Вам Покажу Вы Ревнуйте О Дарах Больше Но Превосходнейший Путь Это Любовь И 1 Иоанна 4 Глава 16 И Мы Познали Любовь Которую Имеет Нам Бог И Уверовали В Нее Бог Есть Любовь Пребывающий В Любви Пребывает В Боге И Бог В Нем Любовь До Того Совершенства Достигает В Что Мы Имеем Дерзновение В День Суда Потому Что Поступаем В Мир Сем Как Он Понимаете Или Нет Вот Оно Мы Любовь До Того Совершенствовала Что Мы Имеем Дерзновение В День Суда Знаете У меня Где-то Вот Телефон Вон Газу Может И Там Черненький Там По Другому Сформулировано Мне Понравилось Я Хочу Тоже Зачитать Быстр Что Это Значит Что Это За Суд Такой Что Это Значит Представляете Готов Он Говорит Мы Имеем Дерзновение В День Суда То Мы Готовы Судиться Понравите Мы Уверены Что Мы Пройдем Этот Суд Понимаете Или Нет То Ты Как Чувствуешь Внутри Себя Что Ты Правильен Перед Богом Из-за Чего Из-за Того Что Ты Любил Из-за Того Что Как Он Не Вот Это Все Ты 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 Как Надо Просто Потому Что Любишь Уже Объяснил Поэтому Посему Любовь Достигла В нас Совершенства Так Что Мы Можем Со Всей Уверенностью Встречать День Суда Вот Так Вот Написано То Что Именно Любовь Достигла Совершенства Именно Мы Ощущаем Что Мы Любим И Бога И Братьев И Готовы Даже Да Что Такое Настоящая Любовь Это Когда То Что Про Давида Прочитали Да Что Он Даже Был Готов Пожертвовать Своим Призванием Готов Пожертвовать Отправить Себя На Риск И Так Далее Но Не Могу Вот Смотрю На Него И Люблю Его Этого Саула И Отец Он Мне И Не Могу Его Убить И Поэтому Мы Можем Со Всей Уверенностью Встречать День Суда Просто Вот Именно Это Дает Потому Что Если Ты Просто Исполняешь Исполняешь А как Я Что Я То Это Не Дает Тебе Эту Уверенность А Любовь Дает И Дальше Написано В Любви Нет Страха Но Совершенная Любовь Изгоняет Страх Потому Что Страх Есть Мучения Боящиеся Несовершен В Любви Будем Любить Будем Любить Его Потому Что Он Больше Потому Что Он Прежде Возлюбил Нас То Говорит Я Люблю Бога А Брата Своего Ненавидит Тот Лжец Ибо Нелюбящий Брата Своего Которого Видит Как Может Любить Бога Которого Не Видит И Мы Имеем От Эффектив Он Просто Любил Людей Поэтому Его Желание Помочь Слепой Хромой Давай Буду За тебя Молиться Давай Буду С тобой Разговаривать Или Еще Что Я Думал Об этой Дочери Аира Когда Начальник Синабоги Приходит К нему Просит У него То Представьте Он мог По идее Сказать Видите Как Живете Закон Пытаетесь Исполнять А у Самих Видите Дома Проклятие И Что То Еще То Иисус Даже Не Делает Это На Эту Нужду Просто Дату Что Дочь Умирает Он Говорит Я Сейчас Приду Я Иду С Тобой И Они Идут И Вдруг Приходят Эти Новости Когда Дочь Умерла Не Тревож Учителя Иисус Первый Между Спокойно Не Бойся Только Любит Он Просто Хочет Любить Выбирает Любить Выбирает Он По идее Тоже Это Духовный Человек Духовный Человек Мог бы Здесь Сказать Когда Слухи Пришли Что Дочь Умерла Он Сказать Ну Вот И Не Придется Даже И Работ Не Придется Все Уже Поздно Не Пойдем Молиться Потому Что Бог Решил Что Мы Можем Сделать Наверное Где Ты Не Брат Там Был Перед Богом И Так Далее И Иисус Выбирает Совершенно Другую Позицию Не Бой С Не Бой С Только Верь И Все Я Здесь Я С Тобой Понимаете Поэтому Вот Наше Направление Нашей Духовности Что Покрывать Любовью Покрывать Все Вот Эти Моменты Любить И Смотреть С Чего Мы Поступаем И Так Далее Здесь Написано В любви Нет Страха Но Совершенная Любовь Изгоняет Страх Потому Что В страхе Есть Мучения То Что Часто Вот Мы Хотите Жизнь Не имеющую Страх Не бояться То Это Обо Все Обстоятельства Как Будет Лучше Для Тебя Тут Получится Тут Не Получится Мы Все Время Живем И Наша Жизнь Страх Даже Если Мы Христиане Просто Даже Ну У меня Заплатят Или Не Заплатят А Накосячат Или Накосячат В каком-то Месте Это Все Тоже Хочется Чтобы Все Шло Ровно Но Оно Не Получается Что Все Ровно Но Когда Ты Перед Богом Полностью Доверяешь Богу И Твое Духовное Состояние Богу Полностью Доверяет Ты Просто Не Испытываешь Страха Несмотря На Что Происходит Вокруг И Момент Что Вы Знаете Это Слово Начало Мудрости Страх Божий Так Вот Поймите Что Это Только Начало Мудрости Страх Божий Только Начало Мудрости Бояться Бога Поступать По Его Заповедям Это Начало Мудрости Полнота Мудрости Иисус Помните Сказал Здесь Больше Соломона Здесь Больше Соломона Потому Что Он На 100% Любил Полнота Мудрости Это Любовь В любом Случай А не Страх И Написано Здесь Что Совершенная Любовь Изгоняет Всякий Страх Понимаете Нам надо Аминь Все Вспоминайте Про эту реку Вспоминайте Про этот дух И Меняем Направление Если у кого Она еще не Поменена Поменена Именно На любовь Чтобы поступать Из любви И тогда Мы исполним Полностью Все повеления Продолжение следует...